По УВД отдела проследования УВД СУСК РФ в Саратовской области Глазерцева возбуждение хозяйства об избрании меры прощения без заключения по стражу в отношении Елизарова подозреваемого в совершении преступления предусмотренного в статье 290 ч. 6 УК РФ установил Елизаров органы предательного расследования подозреваемого в совершении преступления предусмотренного в статье 290 ч. 6 УК РФ на 1.06.2018 года согласно протоколу Елизарова задержана в порядке ст. 91 УК РФ задержания хозяйства следовательно видно, что в основании невозможности избрание более мягкой мероприщения является то, что по мнению следователя, находясь на свободе Елизарова, может скрыться от органов предательного расследования и суда угрожать свидетельным уничтожить вещественные доказательства и иным образом воспрепятствовать производству подделов выслужив прокурора и следователей, подерживающих хозяйства, полагавших необходимо принять его отношение подозреваемым мероприщения в виде заключения по стражу заслужив подозреваемых защитников, зараживших против удовлетворения и ходатайства и полагавших возможным ограниченными заключениями под домашний арест. Проверив представленную материал, судчего ходатайства следователя обоснованно подлежащему удовлетворению материал содержит достаточное обоснование наличия органов расследования об основном подозреваемых совершения Елизаровым преступления и необходимости избрания в отношении его мероприщения в виде заключения под стражу чтобы представлены конкретные сведения, указывающие на причастность к совершенному преступлению именно этого лица, в частности в Казанте и Жюлькеану Булатова, которые на данной стадии считают достаточные. С новым учтеным встанем здоровья подозреваемые отсутствуют учебники, положительные характеристики и награды на наличие жены и нынешних заболеваний и двоих малолетних детей и постоянного места жительства. Однако данные личности подозреваемыми могут быть определяющими при решении вопроса о мероприщениям. Вместе с тем Елизаровым подозревает совершение преступления, с которым противопоставлено наказание для решения свободы на срок до 15 лет может использовать авторитет для внимания должности, предоставленные ему полномочия в силу значительного опыта оперативной работы, осведомлено о формах и методах оперативно-расследовательных мероприятий, что совокупность конкретными данными о решении подозреваемых дается в достаточном основании полагать, что находясь на свободе, он может скрыться от органов предварительного расследования суда, уничтожить вещественные доказательства, угрожать либо оказать другое воздействие на свидетелей, дающих заключающие его показания, и не могут воспрепятствовать производству по делу. Сведения о наличии у Елизаров заболеваний, препятствующих его содержания в своих конкретных заданиях, не имеются. С учетом сложного суду находят имеющиеся обстоятельства исключительными, считают необходимо избрать отношение подозреваемого Елизарова в мероприщение в виде заключения права. Невозможно применение иной более мягкой мероприщения, в том числе данных журналистов, о чем подастыл в сторону защиты на основании ложного руководства и статью 108 КРФ постановил, избрать подозреваемого Елизарова Дмитрия Владимировича в мероприщение в виде заключения под стражу содержания МФКУ СИЗО УФСИН России по Саратовской области на срок 2 месяца, то есть до 1 августа 2018 года, взять под стражу Елизарова в зале суда настоящее постановление будет обжален в Саратовский областной суд в течение 3 суток со дня его внесения. Жалоба подается через Волжский районный суд города Саратово. Судебное заседание является оконченным.